Здравствуйте! Вы смотрите Курзимское телевидение. В эфире программа «Взгляд из Венсполса. События, люди, мнения». В студии Татьяна Саксаганская. Сегодня с самого утра на Венсполском рынке не протолкнуться. Все потому, что там начала свою работу праздничная ярмарка, на которую съехались ремесленники, фермеры со свежей сезонной продукцией и различные производители, которых не встретишь на рынке в другие дни. Мы решили узнать, как венсполчане готовятся к празднику Лига. Конечно, готовимся. Как правильно готовиться? Вот пришли за травой, может быть, венок сплетем. Заготавливаем колбаски, угли для гриля. Учим латвийские дайны, которые будем петь. Пытаемся тренироваться, чтобы прыгнуть через костер. Говорим о том, чтобы не было морозов. Мы хотим пробежать по утрам, по рассе. Ну, еще пока что дайны в процессе. Но будем учить. Да, мы готовимся к празднику. А как правильно надо готовиться? Надо собирать яну траву. Ну, или можно купить ее на рынке. А зачем ее собирать? Ой, я не скажу. Ну, так принято. А как праздновать будете? Будем дома праздновать вместе с семьей. Мы из Риги. Сегодня мы здесь, венсполсе, но скоро поедем домой и будем праздновать там. Как-то особо я не готовлюсь к празднику. Вся жизнь проходит в каких-то приготовлениях. А вообще, сегодня здорово. Много людей, все что-то покупают. Хорошо это или плохо, нельзя сказать просто по-другому. А как праздновать будете? Я поеду посмотрю одно мероприятие. А потом поеду гляну, как народ празднует. Я так каждый год делаю. Мы будем печь пироги. А сейчас пойдем на кладбище. Отнесем и туда какую-нибудь дубовую веточку. Ну, а так дома будем. Пожарим шашлык. И будем пить квас. Мы будем вдвоем. Знаете ли вы секрет самого красивого венка? Ну, чтобы венок был самый красивый, его надо плести с любовью. И из красивых цветов. Тогда ваш венок будет самым красивым. А как это, плести с любовью? Ну, это значит думать особые мысли. Только хорошее. В плохом настроении плести нельзя. У нас будет праздничный стол, пирожки, пирог. Конечно же, пиво. Но это основное. Также дом украсим. И тогда будет все в порядке. Завтра, в субботу, 22 июня, на Венспасском рынке с 10 утра до часу дня праздничное настроение создадут ведущие диджей Лацис и Петри Снейменис. А вечером в 8 часов на открытой террасе кафе Карелис Казос состоится вечеринка с группой Четтри Непараак Яуна Виреши. Организаторы обещают, что празднование продлится до последнего гостя. Если сегодня вы еще не успели посетить ярмарку, не переживайте. Она будет работать и 22 и 23 июня с полвосьмого утра до трех часов дня. Более 20 фотографий было прислано на фотоконкурс «Малыш встречает весну в Венспасе». Организатор конкурса – Венспасская социальная служба и проходит он ежеквартально. Небольшая церемония награждения весеннего тура состоялась сегодня возле социальной службы. В этот раз третье место получила фотография маленького Эвертса. Занять призовое место родителям Эвертса удалось только с третьей попытки. Я поняла, что для этого конкурса отбирают фотографии с характерными для Венспаса объектами. Мне показалось, что фотографии с этой коровы еще я не видела. Не присылали таких, а здесь есть и закат, и набережная, и корова, и все, о Венспасе. У Эверта три недели назад родился братик, и теперь в ближайшие три года моделью будет выступать он. Второе место жюри присвоило фотографии, которую прислал мат из Дергач. Я пыталась несколько раз. Первого мая была первая попытка. Тогда я подумала, что ничего у меня не получится. Она не стоит на месте, ее невозможно поймать. А потом мы были на прогулке, и я увидела знак Венспас, и решила еще раз попробовать. Муж прыгал, я фотографировала. Да, участвовали все. Послала только в конце месяца, и вот получилось. Неожиданно. У вас еще есть время поучаствовать. Воспользуйтесь в этой возможностью. Да, конечно. Сейчас, когда я поняла, что надежда есть, обязательно. Первое место жюри единогласно отдала маленькой Адри, которая запечатлена у фонтана «Зонтик» с зонтиком в руках. Мы долго ждали. Проезжали мимо этого фонтана и подумали, что надо использовать возможность. И сделали фотографию. Дали дочке зонтик. И она спокойно согласилась позировать? Да, она больше играла, чем позировала. Все спокойно проходило. Все победители получили денежные призы и подарочную карту на посещение аквапарка. Сейчас объявлен следующий летний тур конкурса. Напомним, что участвовать в нем может любой желающий. Задача – запечатлеть ребенка на фоне узнаваемого городского объекта. Возраст малыша должен быть до трех лет включительно. Как известно, чтобы попасть к врачу на консультацию или осмотр, необходимо записаться заранее и дождаться своей очереди к некоторым специалистам. Очередь может быть три месяца и даже дольше. Несмотря на это, бывает так, что жители Латвии умудряются записаться на прием к врачу и не прийти в назначенное время, что приводит к еще большему удлинению очередей. Зачастую медицинские учреждения сталкиваются с проблемой, когда пациенты не приходят на запланированные визиты. Например, летом Венцевская поликлиника обслуживает в среднем 250 пациентов в день, из которых ежедневно около 7 человек не являются на прием. Это усугубляет ситуацию с длинными очередями, делая их еще больше. На те обследования и консультации, где очереди длинные, мы всегда пациентам в предыдущий день звоним и напоминаем о их записи к врачу. Но они все равно умудряются не прийти. Как пример могу привести аллерголога. Вчера мы всем позвонили. Они подтвердили, что будут. Но сегодня уже трое не пришли. Аллерголог приезжает к нам из Риги. И важно, чтобы все, кто записался, приходили на прием. К аллергологу тоже очередь. И он не принимает ежедневно. Были разные ситуации. Безусловно, есть и ответственные пациенты, которые вовремя позвонят и предупредят, например, за неделю, что не смогут прийти на визит. И тогда у нас есть время записать на их место другого пациента. Но бывает и так, что эти места остаются без пациента, так как в очень короткий срок мы не можем найти другого человека, который придет. Иногда пациенты записываются на одно и то же обследование в нескольких медицинских учреждениях. И после посещения одного из них забывают отменить остальные записи. Это также приводит к тому, что очередь не двигается. Решить эту проблему можно было бы с помощью создания общей базы данных. Но это необходимо осуществить на государственном уровне. Люди зачастую записываются в разные медицинские учреждения на одно и то же обследование. С мыслью проверить, у всех ли врачей одинаковое мнение. И это тоже делает очередь больше. Решение могло бы быть, если бы в системе ЭВСЛИБА можно было бы увидеть, какие обследования прошел пациент. И тогда у него бы не было возможности одно и то же обследование делать в нескольких медицинских учреждениях. Ежегодно распределение нового финансирования, согласно правилам Кабинета министров, основывается на данных предыдущего периода. В большинстве программ финансирования достаточно. Однако есть одна программа, для которой средств у государства нет. К сожалению, есть программа «Реабилитация», где уже с начала года выделено очень маленькое финансирование, которое совершенно не соответствует требованиям. Мы связались с Национальной службой здоровья и нам пообещали, что после первого квартала этот вопрос пересмотрят. Безусловно, ничего подобного не произошло. Сейчас есть информация о том, что дополнительного финансирования не будет. Это означает то, что пациентам придется часть услуг, особенно реабилитацию, получать платно, так как государственного финансирования просто не будет. Конечно, мы также писали и письма Национальной службе здоровья, звонили им. Ответ один – денег не хватает. В настоящее время в Венспольской поликлинике самые длинные очереди к дерматологу, неврологу и на ультрасонографию. Сейчас время буйного цветения. В садах цветут розы, летние цветы. Для кого-то садоводство – это отдушина. Люди вкладывают много труда и фантазии. А вот оценить их работу предлагает компетентное жюри в рамках конкурса «Краса города», который проходит в Венсполсе каждый год. Для участия в нем нужно подать заявку. Предложить своего кандидата в номинации «Взгляд со стороны» могут и горожане. Подробности в сюжете. Через неделю, 28 июня, завершится срок подачи заявок на традиционный конкурс садов «Краса города». Цель конкурса – показать самые красивые, ухоженные городские сады, которые могут служить для других источникам вдохновения. Это конкурс, и я призываю жителей отозваться и принять участие. Я знаю, что в Венсполчане они такие. Лучше пусть ко мне придет гость, я его приму, но сам не буду приглашать. Мы относимся к этому с уважением. Не зря мы каждый год рассылаем много благодарственных писем в виде открыток. Определенно так же будет и в этом году. И тогда люди видят, что их заметили. Это повышает самооценку. Потом заходишь к человеку на веранду или в гостиную и увидишь, что за стеклом в секции стоят все открытки, которые мы присылали. И у многих собралось большое количество открыток. Подать заявку на конкурс можно, либо позвонив по телефону 636-24-269, либо по адресу электронной почты com.parvalde.advenspols.lv. По сравнению с прошлыми годами, в этом году активность ниже. Люди надеются, что жюри само заметит, придет, оценит. Но милые заборы и живая изгородь так зачастую красиво сделаны, что за ними ничего не видно. И часто красивые места проходят мимо жюри, потому что они не видны. Это объективно. И чтобы этого избежать, я очень прошу вас самим подавать заявку. И прошу всех венсполщан, если вы идете по улице и видите красивый сад, позвоните в Думу или в коммунальное управление и скажите, что стоит посмотреть территорию по конкретному адресу. Путься активны. Победителей конкурса ждут денежные призы. За третье место – 150 евро, за второе – 250, за третье – 350. Обладатель зрительских симпатий получит поощрительный приз и путевку на два человека на поездку по обмену опытом. Результаты конкурса сообщат до 4 августа. В воскресенье 30 июня научный центр «Визиум» приглашает на День семьи. На территории центра пройдут веселые семейные соревнования. Любая венсполская семья или семья, приехавшая в гости, а также компания друзей, могут создать команду и принять участие в Дне семьи. Каждому выдадут комплект для прохождения контрольных пунктов, которые будут расположены вокруг здания «Визиума». Надо будет все обойти и собрать баллы, выполняя задания, как командные, так и индивидуальные. В три соревнования закончатся, жюри обобщит результаты и в четыре огласят победителей. В команде может быть до шести человек, возраст значения не имеет. Задания будут несложные, на ловкость, смекалку и логическое мышление. Обладатели первых трех мест получат призы. Регистрация с 11 до 12, затем на выполнение заданий дается три часа. И награждение в 16.00. Завершится семейный день просмотром фильма «Ветстэвс Куршбиста Амак Парда Тору». Сеанс будет проходить под открытым небом, поэтому стоит взять с собой плед и средства от комаров. Будут работать торговые точки. В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие будет отменено. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч и желаю вам приятных праздничных выходных. Дамы и господа, пришло время принарядиться. В Венспасе по адресу улицы Кулдегас 21 открылся новый просторный двухэтажный магазин ДГС. На втором этаже ДГС премиум, на третьем одежда ДГС. В магазине представлен самый широкий выбор платьев Курзема. Мы открыты даже по воскресеньям. Добро пожаловать в магазин ДГС в Венспасе по адресу улица Кулдегас 21. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...